доброго дня доброго дня и ответ мне опять вопросы поступают только почему-то не в комментарии к видео их в принципе в первую очередь жду на электронную почту но это ваше право то есть все хорошо дело в том что мне спрашивают а как вот сделать пример так чтобы удешевить конкретно удешевить просто бритвы в итоге вот допустим вот эти вот бритвы если они подкатывают практически ближе к червонцу в итоге грязник все то чтобы они так не подкатывали что я вам скажу вот сейчас пример вот вот как она есть вот это сейчас я могу зашлифовать до такого матово зеркального состояния но вы получите в принципе геометрию английского клина это раз да извините на нибудь человек не будет лепестка такого не будет но будет английский клин и это удешевит конкретно прям удешевит бритву ну как конкретно сейчас я скажу тысячи на две с половиной в среднем потому что сейчас вот этот шлифовка то есть оставлять буду вот этот заков и отсюда буду шлифовать выводить тонкий лепесток стараться на одну вторую выйти то есть в этом случае бы до бритв к была бы тысячи на две с половиной примерно дешевле луком получится показать структуру как там видно стали грязюки наверно не видно хотя мне здесь на английский прям здорово все видать вот когда так блестит видеокамера то есть уже не передает это все дальше я решил не трогать плоскость которая уже выровнена была заранее почему принципе могу ее полирнуть и сделать зеркальный но во первых мне нравится эта фигня этот визуальная шероховатость которая на ощупь и гладкая во вторых я уже выгодовал заранее вот это соотношение то есть четыре к одному один к четырем точнее вот то есть берется толщина обушка и распределяется на ширину лезвия то есть одна часть к четырем то есть тут должно вот на лезвии должно быть вот таких вот толщин как бы вот этих вот размеров четыре штуки то есть она сейчас совпадает она отлично но если я вот еще сниму по плоскости то она уже не особо будет совпадать естественно увеличится ширина заточки а для многих это оказывается критичным ну ладно вот такая вот сейчас у меня в таком состоянии смысле заготовки не буду оставлять никаких кленов английских раз взялся делать буду делать вогнутость то есть труд ватч иначе труд ватча она более универсальная бритва с вогнутостью то есть она подходит всем и новичкам и бывалым клин конечно тоже очень подходящий но уже как бы сказать больше на любителей что ли ну и все-таки требует какой-то сноровки уже все не вот новичок взял просто начал ей махать да ладно что ж погнали дальше если будете что показать там хоть что-то я покажу которую прикреплю обязательно ну что ж работа все-таки сдвинулась вполне успешно вспомнил я еще что меня спрашивали что мы еще спрашивали там да как я чувствую температуру нагрева чтобы не перегреть лезвие во время шлифовки все просто видите пальцы сгоревший вот это вот датчик то есть пальцы начинает чувствовать 60 градусов температуру и поэтому то есть ну максимум могу перегреть там до 60 где-то там до 70 80 вряд ли уже допущу потому что мы же не вытерпишь там уже все в общем горишь на работе поэтому вот так вот это хороший датчик до больно да не цивилизованно но это работает и так что так что-то еще спрашивали ах да по поводу закова закова я делаю искусственно я уже раньше говорила в предыдущих видео что заков вообще просто вот у всех производителей вот то есть который ко мне никак не относится они происходят только из-за того что шлифовщики не затачивают не меняют инструмент то есть вот эти вот круги которые там работают они имеют не такой вот угол как должен быть а вот такой вот то есть закатанный за счет этого у них выходят вот эти вот заковы я их делаю искусственно это для меня еще лишних два перехода шлифовки то есть это только усложняет работу но я еще повторюсь что кому-то это нравится и вообще принципе вот я повторяю же труд вачу x нет гравюру гравюра вот и там тоже был заков там тоже также не заморачивались по поводу заточки инструмента и поэтому не всегда был заков в большинстве случаев я хочу сказать даже не всегда в большинстве случаев хотя вот на стис заводе стис там попадаются варианты с полный прямо такой шлифовкой это означает то что они заточили инструмент начали производить зато смысле шлифовка пошла прямо до конца потом начала отступать ступать ступать и в итоге опять заков все вроде бы ответил кажется вот такие вот у нас экземпляры выходят полировать в зеркало и и точно не буду потому что это d2 это стали не любит в полировке в зеркало не любит как смысле потому что сталь такая я могу и сейчас все в зеркало загнать но вот тут я уже точно перегрею она будет не красивый блеск не такой темно-синевой как вот на улероде а будет целом матовый блеск и в итоге мы теряем технические характеристики и получаем не то ни сё как бы блеск так я фонарик вот не включил давайте-ка я тормознусь сейчас я к этому его еще одну приклею я включу просто фонарик поэтому так как не ничего не видно просто просто дубль номер два ну совсем другое дело и резко словиться начинает очень меньше не делал ведь и не бушки нервы то есть не хвосты вообще ничего не делал только с лезвями работал это ушел полностью день удивлению я убрался в один день они в 2 как это обычно бывает или с дамаском в 3 то есть что получается гору инструмента перекидал но все же довел видите какая-то матовость такая даже цапки которые если я буду вводить они опять дальше продолжаются что делать вот если вот здесь смотреть на отблески может вам видно может не видно вот эти вот продольные такие вот лона и там вот 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 здесь вот видно вот продольные такие тип как бы рисунок что ли вот сейчас сейчас и протравить эту стали кислотном растворе то появится такой узор типа булата но это не удивительно потому что сам булата производится из компонентов таких что то есть буладной стали примерно ну почти 90 процентов х12 мы встали той же d2 только не зайду 2 использует ли кто не использует на два не знаю но х12мф да там это основная его часть поэтому вот так вот и рисунок такой ах да я что-то тут совсем да прежде чем производить сначала вот эту вогнутость я замерил на труд врачи гравюре вогнутость и повторил этого ну хоть хотя у меня принципе мысли было сделать еще больше этого вогнутость то есть более вогнутые бритвы чтобы были а потом подумал подумал зачем я же повторяю в общем то принципе то труд врачу и поэтому мне не надо увеличивать и вогнутость еще на более вогнутую того геометрию целом она будет такой матовый как ее не вышлифовывай видите вот так вот смотрите на вот она зеркальная блестит все здорово а если вот так вот на фонарике то там проявляются все ладен матовости и даже цапки злона такого нет что прямо звенел но хотя х12мф особо не любите нет это не углерод это углерод там песни поет это легированная сталь поэтому не относится к особо таким пивучим кстати они когда были еще грубо шлифованные они пили лучше не то что пили сейчас они все практически не поют они там прям подпевали был такой момент но как обычно как принято вот и стали это чем больше вы шлифовывается чем мельче то есть имею ввиду тем меньше она выдает каких-то там звуков песен так сказать такой вот немного брутальщину так вот оставил она гладкая она светлая вы открыт как-то человека и да ну то есть нет этого прям дрейн благоиграющего в общем что я хочу сказать что сегодня я уже ничего не успею сделать с этими заготовками то есть все сейчас пойду выбрасывать весь инструмент который тут у меня был подручный потому что он весь уже и кончился и заработался вот другой буду затачивать инструмент сейчас тоже буду пылить тут все на следующий какой-то уже какие-то вариантами чтобы опять все было заточено и все не убираться тут буду сейчас эту грязюку вытаскивать а уже в следующий подход возьмусь вот эти все мелочи нюансы которые принципе для меня не имеют никакого никакой сложности для меня то есть вот тут там вводить идет эрлики там бабушки там хвосты туда все по мелочам самое главное вот сделано самое главное то что они все дошли до фиша хотя я здорово сомневался в этом что они всегда идут но здорово да по твердости по твердости то есть вот во всех вот этих вот экземплярах до одного ровно 60 единиц не знаю сколько на лепестке скорее всего больше потому что замеры делаются вот тут то есть на песке невозможно замерить там лепесток хрупнуть сразу же если уткнуть роквеллом и поэтому я не знаю сколько там но здесь ровно 60 даже вот по этим вот вы если ткнете почему говорю всегда что здесь больше на лепестке потому что прогрев тонкого метра намного быстрее и намного сильнее происходит чем пример вот здесь греется всегда где тоньше металл тем быстрее сильнее разогревается несмотря на то что там даже датчики работают и то есть как бы фиксирует температуру но такая вот она физика и поэтому вот на остриях то есть на лезвиях большую твердость но х 12 мф не покажется такой как бы такой вот звенящий прямо такой вот жаскучий потому что это сама сталь такая она не рассчитана специально то есть люди когда изобретали ее изобрели именно такое чтобы она не была вот этой вот жаскучий такой вот в итоге но при той же допустим твердости поэтому заточка будет происходить так вполне лояльно средне среднем будет такой между жесткостью такой особой то есть там долго придется все-таки возить но не дольше чем тут же х-15 допустим ну как бы хватит мне уже наверно тут вам по ушам ездить да вот да и сам то я уже тут уже крепко подустал поэтому пойду все таки сейчас доделаю намечены вам уже видимо я покажу не знаю как удобнее то будет или уже готовые бритвы полностью или готовые клинки когда будут полностью еще перед заготовкой оправ . вот не знаю ладно время покажет виды будет все давайте это как говорится пока держите хвост пистолетом ну а я на сегодня прощаюсь с вами как будто до скорых встреч пока